В этом видео я расскажу и покажу вам, что за танки такие завезли во время новогодней акции в игру. То есть я буду называть их, любя, буду называть их белоснежками, да, за белый камуфляж. В общем-то, поговорим о том, чем они отличаются от своих оригиналов из ветки прокачки и посмотрим, как они ведут себя в бою, сравним их доходность. Но прежде чем начну, хотелось бы сразу сказать, да, что я буду смотреть только Leopard AV, 72 и OF40, да, и 60А3, естественно. Я не буду брать во внимание 430 или какой-то, ну, короче, премиум танк белого цвета третьего левела, потому что, ну, у меня на основном аккаунте достаточно премиум танков третьего левела. И плюс еще есть и ветеран, который полупремиум, да, коллекционный. То есть в любом случае мне еще один белый танк, то есть еще один премиум танк третьего уровня не нужен, какого бы цвета он там не был. Вот, поэтому о нем вы можете узнать где-нибудь в другом месте. Я расскажу вот только про танки, взятые из линейки прокачки и возведенные в статус премиумной техники. Кстати, еще заранее хотелось бы сказать, что некоторые пишут, что, дескать, некоторые видео по танкам я пишу в состоянии, скажем так, легкой алкогольной упортости. На самом деле это не так. Дело все в том, ну, некоторые видео звучат, в некоторых видео просто у меня, очевидно, голос, да, бодрый и веселенький, а в некоторых видео я уже прям там, не знаю, при смерти, скажем так. Так, все дело в том, что видео в 60 фпсах рендерится очень долго, то есть видео на 40 минут, снятое в 60, рендерится около почти 3 часа. Вот, и на новом процессоре, и на старом в этом плане разницы между процессорами вообще никакой нету, чтобы там тесты какие-то не показывали в интернете. Поверьте, i5 и i7, а с одной тоже. Вот, и я просто ставлю рендер такого плана, вот такой долгий рендер я ставлю на ночь, и поэтому видео приходится записывать, ну, перед сном, как бы, я еще не приучился записать материал днем, а на ночь ставить рендер. Хочется вот сразу записал, выложил, записал, выложил, вот, поэтому днем еще флавно писать. Поэтому получается вот так. Ладно, в принципе, не понимаю, кому и зачем я это рассказываю. Итак, главный вопрос по этой премиум технике был в чем, чем она отличается по своей мощности от своих аналогов из длине, я буду называть аналоги и белоснежки, вот так вот. Вот, я не буду показывать информацию, вот эту вот таблицу, почему? Потому что мне в комментах как написали, что танки черной пятницы, да, в черном камуфляже, они были немножко сильнее, чем танки вот такие премиумные, обычные. А потом написали, что этот бонус как бы забрали, вот этот бонус за черный камуфляж. Вполне возможно, что с белым камуфляжем произойдет то же самое или не произойдет, я, поэтому вы видео посмотрите, купите танк, потом придете мне говорить, а что это, а бонусы забрали, а говно какое-то. То есть я эту ответственность на себя брать отказываюсь и сравнивать общую ТТХ, там вот эти обзоры всякие, да, что там этот камуфляж дает, не знаю, может не заметность, это я не буду. Дело в том, что премиумные танки, они созданы в игре для того, чтобы зарабатывать деньги, приносить, да, за что премиум техника в основном зарабатывает, в основном получает деньги, за нанесенный дамаг. Да, конечно, там всякие засветки, ассистирование, помощь, уничтожение, это все, конечно, хорошо, и за это тоже деньги какие-то начисляются, но в основном все-таки доход, это нанесенный дамаг. То есть я смотрю, что даже поленились как-то внешне изменить, там, убрать какие-то коробочки, перевесить, что-то поменять, просто в белый цвет фигакнули и готово. То есть лентяи. А вот, ну, little critica. Вот, и, значит, я уже посмотрел, честно говоря, перед тем, как начал записывать, да, чем они отличаются. На самом деле, к моему удивлению, да, после картохи машины здесь абсолютно топовые, премиумные. То есть премиум танки, взятые из ветки, именно в топовой комплектации, и просто, ну, достаточно легко проверить. Движок я уже все посмотрел, уже за вас. Значит, снаряд М774, да, на Леопарде, на этом здесь смотрим. М774, то есть схожий дамаг, схожее пробитие. Вот, 391-334, 391-334. Я еще, почему, кстати, не сравниваю вот эти таблицы, потому что у меня экипаж здесь стоковый. А эти танки продаются уже, собственно, с пятым уровнем, с двумя перками. Вот, то есть, чтобы мне сравнивать эти таблицы, мне пришлось бы выкачивать экипаж. Это очень-очень долго, очень-очень не хочется мне это делать. Ну, а в бой первым пойдет, наверное, УФ-40. Я буду так, по возрастающему уровню, чтобы держать интригу, да, к самому топовому танку. Так что начнем с сорокового. Я выкатил, собственно, УФ-40. Многим этот танк не нравится, многие говорят, что он картонный, говно. Да, этот танк не для танкования, но смотрите, поставив на него гироскопические стабилизаторы третьего левела, да, это то, что прокачивается на арте этой двухтысячной, вот. И посадив Воропаева и выбрав правильные перки у экипажа, ну, для себя правильные, я получил скорость сведения меньше двух секунд, по-моему, да. И точность окончательную, просто белки в глаз на другом конце карте, смотрите, точность. Оп. Видите, видели в какой кружочек? Просто попка-котенка, я бы сказал. Ха-ха-ха-ха, этот кружок. Вот. И очень быстро он сводится, наводится, то есть, танк абсолютно не первой линии игры. Эта машина где-нибудь задней. Задних линий она очень снайперская. В принципе, у неё снаряды отличные. Можно даже на этом левеле мочить всех кумулятивами. Более-менее на средней дистанции я так её и прокачивал. Ну, потому что экраны на этом уровне ещё не распространены, и надо этим пользоваться. Сейчас я шотну кого-нибудь по бортам отсюда и... Вот этому попрыгунчику, например. Но почему-то, правда, без дамага. Немножко прыгал. Он так прыгал, что я немножко даже промахнулся. И что, больше никто туда не едет? Это место перестало быть популярным. Но это четвёртый левел. Вот чем плохо... Чем плохо у F-40 премиумный, тем, что это четвёртый левел. Тут кустодрочная одна на этом уровне в этой игре. И это невозможно побороть. То есть, вы, если купите этот танк, готовьтесь к постоянным стояниям в кустах. А то есть, для скоростного фарма он не подходит. Только если с лисыливыми фармить будете. То есть, обычно как-то... Я привык, что происходит. Вы заходите на прем танчики в бой. Бам-бам-бам. Быстро-быстро. Там минут за 5-6 бой окончен. А здесь бои тянутся, тянутся, тянутся и тянутся. И просто и до бесконечности они тянутся. И это вообще не круто. Это один из минусов. В остальном, в принципе, танк нормальный. Он на своём левеле адекватен. Как Шеридан сейчас проехал, не получив по башке? Я не знаю. Но это было очень храбро. Я включаю кумулятивы. Так, надо просочиться за ним. В принципе, есть дым. В отличие от 72-ки есть дым. Один раз можно кинуть. Но никто даже не светит. Здесь никто их не прикрывает. И это значит, что сейчас их задницы будут страдать. Шеридан меня, что ли, подождал? Или мне кажется? Вот, 334 АМХ-ик первый выхватил. Блядь, уголочек. Вот, надо ствол забрать. Мне не нравится, что он отлично. Метить цели в этой игре немножко не принято ещё. 410 получил в мехвода 64-й. Ох уж, эта бонусная зона дамага. Просто бич этого танка. И, собственно, Шеридан получает тоже на 418 спердобач. Уже 1000 дамага накидано благодаря этому смелому манёвру. Шеридан красавчик. Далеко пойдёт. Хоть и Алекс, как я понимаю, да? Алекс затащил. И тут Старшип. И тут Шеридан. Шеридан, ты больше не красавчик. Потому что ты догадался упереться в мою жопу. Я передумал. Я резко передумал. Ты мудофил. Так. Теперь кто бы танканул дамаг от этого Старшипа, потому что я сразу сдохнул. Я уже на 570 получил от него. Это, видимо, кумулятивные выстрелы был. Не знаю, если бы Шеридан за мной не стоял, получил бы этот дамаг. Возможно, что да. Не-не-не, хрен тебе, В40. Я тут стою, жду. Давай ему в скворечник насовывай. Отлично. Кумулятив, кстати, проходит. Почти что идеально. Артах умудрилась под мост кинуть. Нет эффекта. Пока дым от арты стоял в прицеле, выстрел произошел непонятно куда. Так, сейчас вероятно, что арта вслепую еще раз сюда кинет. Надо врубать заднюю. В принципе, все. На этом я атаковать танки больше не могу. Потому что, ну, естественно, что техника, которая стоит впереди в кустах на базе, увидит меня задолго до того, как увижу ее я. И я ашотный, поэтому... Я ашотный, поэтому мне идеальный вариант-то вернуться на базу и поиграть от Дефа, да. Чтобы мне хоть кто-то цели посвятил, а я издалека пострелял. То есть, я сделал то, для чего этот танк создан на этом уровне, в общем-то. Но вижу, что и там уже вражина слилась, и мне, по сути, делать в этом бою больше нечего. Танк совсем не быстрый, динамикой он скоростной не отличается. Несмотря на то, что он картонный, я, следственно, как следствие, должен быть вроде как легким, да, и подвижным, маневренным, ничего такого у него нет. Оборудование у меня стоит на разгон, и... То есть, ну, в слоте для скорости у меня стоит разгон плюс скорость поворота. И даже с этим оборудованием, да, оно тоже топовое. И, по-моему, у меня даже перк мехвода стоит на скорость по бездорожью, и все равно танк еле тащится, по ощущениям. То есть, я видел танки и потяжелее, и при этом побыстрее, что странно. Та же Ариетов, она хоть даже с этими экранами многотонными, которые там на ней стоят, у нас все равно, по сравнению с этим танком, она просто гоночная. Ну, подкалиберные снаряды урона наносят, конечно, у этого танка символично, 250. Хотя на этом уровне, да даже для этого уровня это мало. Тут все стреляют за 300, да, снаряды за 300, пожалуйста. Вот, а здесь за 300 только с кумулятивом стрелять, но вдаль стрелять кумулятивом очень долго он летит. Иногда мне кажется, что у него срок годности выйдет раньше, чем он цель достигнет. Вот, и все-таки ОФ-40 умудрился засветить саму и получил призовую плюху в щез. Хотя я думал, что этот ЛАФ-300 будет занят кем-то другим. Ну, вот, собственно, и смерть пришла и за ним, в свою очередь. Но в этом бою я все-таки 2500 дамага, даже при дерзком геймплее, да, я кинулся за Шеридом в эту подмост. Если бы Старшип по мне плюху не киданул, вот эту свою гнойную, я, может быть, был бы сейчас жив-здоров молотый. Вон, классно, вот, вот, люди играют по херу. Встал перед стволом у своего союзника, стрелять ему не даешь, да, какая в жопу разница. Главное самому накинуть. Это девиз ПВЕ. Ладно, посмотрим в ангаре, сколько я там заработал. Ну, вот и весь боекомплект. Подведем итоги боя. Золотая медаль, естественно, разведанные 1244. Я так сказал, тоже золотая медаль. Естественно, ну, конечно. Вот, 2500 урона, ну, это такси-показатель, да. Кто-то может выжать из этой тачки больше. Естественно, да. И у меня такие были бои по 5000, просто они на записи редко попадают. Вот, активных бонусов на кредиты на данный момент нету. Поэтому чистая прибыль 152 тысячи кредитов. Но это, на мой взгляд, маловато, в принципе, для техники. Для премиума 4-го левела. Какой-нибудь АМХ-10П фармит намного-намного лучше. Даже жало, в общем-то, лучше фармит. И проще это делать на этих танках, да. Потому что это истребители. Стой в кустах, да, накидывай. Может быть, не знаю, может быть, в очередной раз негласно порезали доходность. Я не знаю. Но 152 тысячи на премиум машине, ну, для меня это мало. Может, для вас нормально. Смотрите сами. Так, значит, а по поводу оборудования. Что, в чем тут... Вся соль в том, что у Воропаева есть скилл, который дает 10% к умению экипажа. Здесь у экипажа полный набор. То есть, водила, наводчика и заряжала. И еще есть слот под систему связи. То есть, кто челленджер 1 прокачал, тот сможет поставить себе бонус экипажа еще 7,5%. Итого экипаж просто становится ядерный, просто атомный. Вот. И в итоге у меня время прицеливания минуты 6. Полторы секун... Ой, блядь, секунда 6. Полторы секунды. Полторы секунды прицеливания. А разброс у пушки... 0,13. Ну, в принципе, я так понимаю, что он здесь без бонуса, потому что есть перк, да, там на плюс 20 к максимальной точности. Ну, вы видели, собственно, точность очень у танка высокая. То есть, это здесь не совсем соответствует действительности. Так, ну а теперь, я думаю, надо выкатить М60А3. Очень мне понравился этот танчик. Значит, оборудование на нем у меня почему-то еще не стоит. Как ненастроенные снаряды. Вот. Танчик такой. Ну, я не скажу, что он прям имбовый нагибатор, но он вполне достойный для своего левела. Что тут у него? Значит, один слот всего доступен. Я думаю, что это должно быть сведение и время перезарядки, потому что он сводится больше двух секунд. Вот, сведение плюс дамаг смысла не имеет ставить на этом уровне, потому что, ну, 5% урона от 300, это где-то, ну, 20 урона примерно вы получите всего лишь. Защищенность, естественно, можно ставить вот эту фигню. У меня она как раз... А, у меня она второго левела на аккаунте. Ну, я уже говорил, что я хотя бы на прессульке-то хоть идеализирую, в общем, всю эту бороду. Ну и, в общем-то, пока что экипаж в игре бессмертен. Можно ставить энергетики и не возить аптечки. Ладно, давайте, понеслась. А, вот попади я на каком-нибудь другом танке на карту за середный остров. Я бы расстроился, но тут увы, ну, американцев, естественно, в игру завезли. Это, наверное, один из самых ярких плюсов этой ветки. Плюс я единственная машина 5-го левела в бою почему-то. О, мой пресс-аккаунт уже знаменит. А, поначалу, когда спрашивали, я говорил, что это Владимир Владимирович. Я говорю, я похвалил уже на выставке игру. Он говорит, мне прессулю дали. Спрашивают, спрашивали, а где Дмитрий Анатольевич? Я говорю, да он ракует, я его со взвода кикнул. Вот, даже не знаю, но стоит ли записывать этот бой. Абсолютная халява. Мне такое не нравится. Я предпочитаю играть с однолевельными. Да, да, стрелять. Блин, когда я вижу, у меня вот такой расклад, я просто кладу кирпичный педаль газа, в общем-то, я еду вперед. Я думаю, многие так делают, когда попадают вот в такие бои, и поэтому в итоге сливаются без дамага. Бам, пробитие. Ну, то есть сейчас. Я думаю, что этот бой я записывать тупо не буду, да, я не это, как его, не, не корма дрочера, или как это назвать. Я не занимаюсь тем, что выкладываю там свои какие-то лучшие блестящие нарезки под свои же комментарии. То есть я показываю танк, как он есть в этом. Ну, если не фишка, то в этом особенность. Поэтому я просто покажу результаты этого боя, да и будет. Вот этот зрелищный нагиб, собственно, лоу-левела был выпилен в честь того чувака, который написал мне под видео про БМПТ, что я на нем играю неправильно, приведя в пример какого-то вододела с тысячей подписчиков, который умело навырезал свои нагибучие бои. Где он удачно на нем врывался, разбирая там в заднице танки вражеские. В общем-то я делал на видео ровно то же самое, просто не так эпично это получалось. Но попробуй людям некоторым объяснить, да, что у этого человека на три вот этих удачных боя возможно было 30 неудачных, которые просто в видео не попали. Ну да ладно, что об этом уже столько сказано, что просто имейте в виду, что я такие бои выпиливаю именно в знак протеста. Кстати, здесь на белом танке он украшен аэрографией с белым медведем. Я думаю, было бы актуально, если бы в пасть белого медведя залетал какой-нибудь взрыв-пакет. Хотя сейчас и говорят, что это была петарда. Да, конечно. Но это отдельно будет видео на втором канале об этом, я думаю, в ближайшее время. Так, да-да, рекламирую сам себя, а что делать? В общем, все, бой, наконец-то против пятерок. Наконец, все в равных условиях, все как я люблю. То есть я не люблю оказываться ни в топе, ни в жопе, я люблю, чтобы все были в равных условиях. Вот. Хотя, конечно, когда танк качаешь, а не записываешь, тогда, ну, приятно попасть в команду, где ты гарантированно нагнешь. Хотя, опять же, попадание в топ нагиб не гарантирует. Как правило, твоя команда обычно оказывается просто from обитателей глубин, речных, морских и прочих. И либо ты затащишь, либо они все тебе сольют. Как Птур сейчас этот человек заранее выпустил, да? По красоте сделал. А я по красоте подбил, подбил движок к этому Уралу, который рвется к нам во фланг. Я уже второй раз, вторую плюху уже ему всаживаю. У ВНа чуть-чуть не хватает. Сейчас, видимо, придется мне огребсти немножко. И рикошет, видимо, от сетки Рабицы снаряд отрикошетил. Видимо, это какая-то необычная сетка Рабицы. Вот, так, что, кто, чё, где, ау. Хотелось бы, собственно, замочить того Птуровода, который там стоит. Он мне решительно не нравится. Тем, что я дамаг от него уже огреб. Ну, Чифтан, это просто халявные хитпоинты для тех, кто знает, куда стрелять. В принципе, в нижний лист стрелять не мудрено. Но там еще есть и на башне. Вон, святое место, куда имеет смысл тоже пострелять ему. Но, чтобы переломать скорость поворота и ствол, там критуется. Если у него, опять же, не воропаев с перком на прочность. Тоже такой у командира танка на прочность ствола перк, да? Как это вообще? Как-то странно. Но в альтернативе там у него дамаг по экипажу. Экипаж в игре пока что считает, что бессмертен. Очень редко кто-то из танкистов выносится. Поэтому я в расчет такие перки даже и не беру. Мне интересно, у них кто-нибудь там на Алине сидит в кустиках? Ждет, когда настанет его время? Я думаю, что да. Ой, а чей-то нос у нас торчит такой длинный. Чувак, нахрен тебе такой длинный? Такая длинная машина. Был бы на мини-купере, был бы жив. Так, что у нас там? Бульдозер. У этого ЛТшки такое длинное название сложное, что я его просто бульдозером зову и все. Ну, враги пассивны. Враги пассивны. Они просто, мне кажется, уже смирились со своей участью. Я просто еду и свободно накидываем дамаг. У меня даже снаряды в ответку не летят. Но я ничего не могу с этим поделать. Какие попались? Я по 200 раз переигрывать одно и то же не собираюсь. То левелы были низкие, то руки там клишнеподобные. То есть это уж не моя вина. Так, что там у нас там? Недавно, кстати, вчера претензию опубликовали. Типа, о, какой снаряд влетел смачный. Это 72 кумулятивный. 72-ка там где-то стояла, ждала своего звездного часа. Весь бой на центре карты, где у нас вообще никто ничего не светит. Всё, я вперёд больше не поеду. Я шотненький. Пусть теперь кто-нибудь другой едет вытанковывать. Вот эти фуловые господа, например, ну они что-то ехать не очень-то хотят, я смотрю. Почему-то. Понравилось по моему засвету работать просто, видимо. Своя-то жопа всегда дороже, да? Постаю, потуплю. Нет, это невозможно. Я лучше сдохну, но сдохну где-нибудь в лихой атаке в этот раз. Я бы вернулся на другой фланг. Я бы что-нибудь сманеврировал, но танк медленный. Поэтому я просто молчаливо дальше поеду вперёд. Ждать от этих господ, что они... Они смелые, вон, второй линии смелые едут и едут. В принципе, что, у меня там плитка-то кафельная ещё осталась. Да, ещё ничего нигде не отлетело практически. Вот оно единственное место, где она облупилась. Так что ещё можно рассчитывать на какие-то непробития. А ИРС-то уже вон куда уехал, смотрите. Уральчик тут трётся. Сейчас я умру, наверное, скорее всего. Нет, я... Эть! Чуть-чуть назад тронул педальку. Это спасло мне жизнь. Так, а сейчас мне спасёт жизнь немножко дыма. И ответная плюха ещё туда. Главное, что я, когда дым кидаешь, почему-то тебя не видно, а ты через дым видишь нормально. Ну, как хозяин дыма, наверное, ты имеешь бонус. Как директор дымного облака. Где он там? Ой, чуть по-своему не влупил. Пока в прицеле его вёл. Ну, чё он там? Всё, не вылезет. В мою видимость, наверное, не попадёт больше, да? О! Да! О-о-о! Враг горит. Ну, это вообще отлично. Ну, чё, сгоришь? Да ладно, я тебя бью. Жест милосердия. Ну, чё, 4-621. 21, даже если быть по-еврейски точным, скажем так. Сейчас посмотрим, сколько бабла за это вывезу. Ну, должен поднять, я думаю, больше 300 тысяч денег, учитывая, что я сам себе светил в основном. Сам себе свечу, сам себе стреляю. Это поощряется и примируется должным образом в этой игре обычно. Опачки. 257 тысяч кредитов. В таком бою, где, в принципе, по левелу все были равны, я получил кредитов меньше, чем в том бою, где равны все не были. Ну, в принципе, здесь дамага больше, но там разведданные с другой стороны. По баблу разница, ну, вы сами видите. Немножко, немножко, мне кажется, что занерфили все-таки доходность техники, потому что раньше за такие бои я получал вообще там какие-то суммы просто немыслимые. 400 тысяч. По-моему, все-таки нерфанули доходность, либо эти белоснежки с низкой доходностью пришли. Ну, напишите в комментах, как у вас по ощущениям, кто играет, как у вас премиум техника. Стало меньше денег добывать? Больше? Столько же? В общем, мое мнение такое. Ну, а следующая 72. Да, что по оборудованию, ну, в общем-то, все все видели здесь. Ну, и 72, понятно, да. 72, 72. Косая, кривая, блин, все лучше в идеале на точность ставить. Ну, к сожалению, в слот для скорости колеса на точность не поставить, поэтому пришлось очиститель воздуха вмандить. В общем, понеслась. Я все думаю, стоит ли сказать о том, как, насколько убого эти белые танки выглядят на картах таких, как пустыня, где жарко, таких, как вот это болото, где дожди. Нет, вот болото, вот эта карта, да, где дождь и лес, это как новогодние украшения, развешанные в Питере. Вот сейчас так же смотрится это все так же курьезно, но я не знаю, вот чернопятничные черные танки, они как-то гармонично хотя бы как-то более-менее вписались в игру. Они, ну, как знак банды, скажем так, тут же типа постапокалипсис, да, и вы то ли вы в роли торговца оружием, то ли вы наемничьей компании какой-то заведуете, ну, что-то такое, короче. И поэтому гармонично. А белые танки, ну, это, не знаю, чисто зимний камуфляж все-таки, пожалуй, что. Хотя они все-таки подумали, сделали белочерные такие танчики. Не знаю, в общем, чернопятничные были, на мой взгляд, красивее, и смотрелись они уместней. Нижний фланг, естественно, был кинут. В чем еще, кстати, беда 72-ки, в него нихера нету дыма. Вот это просто говно. Основная часть команды, как водится, не знает о существовании центрального и нижнего флангов на этой карте столпилась наверху. К моей просто несказанной радости, бой за боем, вот на донных уровнях происходит одно и то же. Я не знаю, почему они это делают. Вроде друг друга и не знают, а все равно похоже на флешмоб на какой-то. Почему-то М-60 перестал пробиваться в свой колпачок в этот. Уж не знаю, в чем там дело, но плюху зато хвотанул леопард. В принципе, здесь на изгибе да на изломе поперестрелиться с ними можно, но у 72-го еще и к тому же вдоволь к тем плюсам, что он косой, кривой и у ВН у него галимый, у него еще и скорострельность дерьмовая. Ну, компенсатор высокой альфы и пробития, я же говорю, вот дали альфу и пробитие и забрали все остальное. Это все равно, что Гарри Поттеру, если бы дали бузинную палочку, но сказали, что он сможет кастовать ей только левитацию. Не знаю, или только, только это, только остолбеней, остолбеней, и все, а Вады Кедавры не будет в этой палочке. А может, она имбовала. И остался я тут. Я да я. Больше никого. Естественно, что брони у 72-го как не было, так и нету, и не будет. Хорошо, хоть скорострельность позволила хоть кого-то добить. Ладно, я думаю, что имеет смысл залезть в клинч к этому. к товарищу, но он немножко отъехал, блядь, я сдох. Ну, тут деваться уже было некуда, 2700 дамага, вот что успел накидать, то успел. Ну, что тут скажешь, кто-то должен, кто-то должен защищать фланги, да, базу от проходов с тыла, даже цельной своего собственного слива. То есть, действовать в ущерб себе, но в интересах команды кто-то должен, иначе будут сливы. Вот, что, собственно, успел сделать, то и сделал. Честно, попытался еще два боя записать на 72-ом, но два раза кинул к четверкам опять, то есть, опять халявные бои, вот, которые я не очень люблю, поэтому вот просто показываю, что вот такие вот результаты, вот такие вот доходы. В общем-то, походу 72-ка за счет того, в виде компенсации за то, что она, в принципе, ущербненькая, она попадает к четверкам и там, собственно, просто выдрачивает вражескую команду наглухо. Переходим к Леопарду АВ, чей доход будет умножен на 1,25, потому что опять появились звезды за день, да, сбитые, я для этого специально позбивал, ну, чтобы левел командиру пятый взять, как бы, и чтобы чисто доход показывать, но чисто ганом показать не получится, потому что вот обновилась, обновилась звезда дневная. Так, ну и карта Логодром выпала, ой, какой Логодром, реактор, конечно же, реактор, да. Леопард АВ сразу же попал к шестеркам, причем у нас команда какая-то странная, 4 воблы в топе, это немножко больше, чем нужно, я бы сказал, для команды, учитывая, что арты в бою почему-то, а, нет, я арта есть, все, все, вижу, я чуть не прифигел, я по привычке паладинов стал высматривать всяких паладинов до этих панзарей, они смотрят, они обычно так это повыше получается, да ладно, так, кстати, что-то белоснежных танков не так много, я встречаю, вижу, конечно, да, они вот в таблице звездочки помечены после названия, вижу, но не так много, вот леопардов меньше всего, ЕС-72 в каждом бою видел, там, F-40, видел в каждом бою леопарда, снежного пока еще не встречал, снежного барса надо было назвать, наверное, не знаю, с чем это связано, может быть, просто с тем, что это самая дорогая машина, может, уже просочилась информация, что она как-то фармить не так, кстати, 40 фпс на реакторе, немножко стало, по-моему, получше, чем было, а вот теперь 35, нет, все осталось, остались при своих, хотя вот это место проезжаешь, и снова 50, какая-то аномальная зона, тут бермудский треугольник на карте появился, вот, надеюсь, сейчас встретить, например, 72-го, какого-нибудь, который нормально пробивается, в принципе, у них из танков-то все нормально пробиваются на том уровне, леопард, пожалуй, что после нерфа XM-1 резко выбился в топ защищенности, можно было сейчас успеть, конечно, разрядиться, но там попробуй среагирую, а вот сейчас он здесь поедет, нет, он, к сожалению, из-за света именно и пропал, ой, да ну нафиг, что-то мне это не нравится, да, где-то между столбиков он просунул свой ствол и дал плюху, и вижу, что по карте он тут один, у нас команда предпочитает толпой здесь на этом, надо, знаете, вот нерфить этот балкон на этой карте, он задолбал, просто постоянно на нем стоят толпы людей, праздно, причем стоят, очень редко они как-то в бой вступают, они в основном, то есть, простаивают, так, ну где-то тут у меня, раздаватель снарядов, бум, че, ах ты блять, еще один нарисовался откуда-то, 800-очка, ну это был крит, это, наверное, боеукладка бомбанула, так, где этот стрелок ворошиловский, а как я не люблю, когда мне в корму стреляют, возможно, это, этот, этот подрыв боеукладки, это бонус за, за снежный камуфляж, не знаю, ооо, фпс, фпс, так, в сортире никто не срал, хоть не сидел, нет никого, фпс колбасит, фпс трясет, но на шестикадровой, шести фпс, шестидесяти фпсной записи, возможно, это будет не так радикально заметно, 72-ка так от меня решила сдергивать, что получается снаряды просто от всех остальных, вот лишь бы не от меня, да, да, видимо, да, видимо страшен белый леопард в гневе, ууу, отлично, вообще, вообще классный ход, значит, смотрим на миникарту, видим, что прорвали дамбу, что чудо свершилось, все-таки наша команда решила толпой на дамбе не стоять, враги ее продавили, и можно ехать на дев базы, благополучно, все, ребята, все, ребята, это слив, Шура, это все, говорит игрок на Т-72А, опытный, и пофигу, что счет 11-8, это слив, ведь меня убили, а я был в этой команде главной, я был ее надеждой и опорой, вот, как бы, такой ход мысли обычно у людей, которые пишут, что все, ребята, это, это конец, я такой тролль, так, ну че, в Бартоломью-то, в Бартоломью заедем, это 72-ки или нет, так желательно, чтобы Чинтарик с базы, Чинарик, чтобы с базы не стрелял, о, это мудро, опа, повернули, повернули, довернули корпус, так, а ему похрену, он сюда и не смотрел, ну что ж, причем, все, ребята, это слив, но, зона захвата-то в центре карты, это встречный бой, как бы, поэтому то, что Арту и Тайфуна сейчас и разберут, как бы, ничего, ничего не значит, наверное, счет 10-4, это слив, пацаны, оп, тормоза, придумали трусы, а вот у 72-ки с тормозами что-то не очень дела обстояли, опа, он выстреливает, вот когда вы видите, что снаряд издалека летит, благо они тут летают не очень быстро, вы можете успеть так, хопа, подставить нижний лист, и это увеличит ваши шансы не получить дамаг, и я не просто так сижу, выебываюсь, что у меня это получилось, я просто регулярно так делаю, потому что я Бэтмен, ау, не, ну это просто в этой игре это единственный шанс, это успеть и ромбик подставить, и в корпус не получить, то есть начинать, либо в момент выстрела противника его подгадывать, да, интуитивно, либо после того, как из расстояния снаряд в вас уже летит, то есть, элемент реакции определенной в игре есть, и мне это Айнрайдса, так, ну чё, где? Вон он, 72А, экранированный, в принципе, может успеть развернуться, поэтому кумулятив заряжать не буду, я просто уже мыслю вслух, да, вот он начинает разворачиваться, нет, он не начинает, попали, а вот он и на гусле, и можно вот так отъехать, чтобы он не смог выстрелить, и навешать ему еще в пердобак, 2700 нанесенного дэмэджа, давайте при 900 входящего, 4 фрага, жаль, жаль фрага не хватило, мне и вобли, вобла, вобла-то как 4, нас не шкаляло, владеет, видать, вобла, так, давайте глянем, что там за доходы, так, косарь по разведанным, но тут с бонусом, бабло пришло с бонусом, поэтому, даже с бонусом, мне кажется, что маловато, но я не особо и набил в этом бою, хотя второй по дамаге, я думаю, что надо еще один контрольный, еще один контрольный, тем более сразу, что танк заходит в бой, ну, оборудование вы видите, да, какое, тут я думаю, без комментариев, оно все топовое, но оно у меня, и так, у меня Ариета уже есть на том аккаунте, Арта у меня это тоже есть, так что все это скоро будет, вот, танк получился, в принципе, за 2 секунды сводится, за 5 секунд перезаряжается, это очень, очень кайфово, по сути, я вообще нахваливаю, вот Леопарда в этой игре, одни из лучших машин, одни из лучших, потому что с ними, за этот титул, периодически, соперничают англичане и итальяшки, то есть европейские ОБТ, ну, а советские, и да, американские, на пару, два говна, кто бы мог подумать, да, вот это неожиданно вообще, я думал, что советские танки говно, потому что игра американская, так и американские говно, внезапно Европа выбилась, в лидеры танкостроения, чего вот не ожидал я, честно, после других некоторых проектов, где английские танки, там, телеги, которые еле катаются, там, увидим себя в стриме, ну, это не стрим, но увидите, а, я в топ попал, фу ты, блин, как я, как же утомили такие бои, ё-во-парасота, я думаю, что ограничимся приветами, но других боев записать, к сожалению, была не судьба, потому что эти белоснежные танки, почему-то, аномально, таскает по низкоуровневым боям, они постоянно в топе, и раз за разом, а я это не очень люблю, вот, но при этом они как-то подозрительно мало денег вывозят за свой дамаг, я не знаю, в общем-то, в чем дело, то ли всем понерфили, то ли эти избранные, ну, и, наконец, подводя итог, если кого-то вдруг интересует мое мнение по поводу того, что брать стоит, что не стоит, ну, 430-й сразу отпадает, да, как премиум техника третьего уровня, просто потому, что всем сейчас раздали бесплатного китайца, зачем вам еще один премиумный танк третьего левела, они не так, не так много денег вывозят, чтобы на них фармить, как бы лучше добавить и взять что-то более хай-левелное, поэтому третий левел сразу отпадает, у F40 я брать не рекомендую, и сам, наверное, его брать не буду, просто потому, что бои на четвертом левеле лично мне не нравятся, это слишком кустодрочно, это слишком, слишком птуры нагибают на этом уровне, то есть все стоят, ехать боятся, бои скучные просто, лишний раз на четвертом левеле лично мне играть не хочется, поэтому у F40 я бы брать не стал, Урал пятого уровня, Т-72, строго на любителя, я этим любителем не являюсь, по мне танк слабоват, слишком картонная броня, разбирается он просто как вафелька в лоб, да, у него хороший пробой, хороший альфа, но говенная скорострельность, говенный УВН, говенная точность, в общем, коэффициент говенности у этого танка слишком превышает коэффициент крутизны, ну и вот два достойных танка, которые однозначно стоит купить, если вам нужны, то есть это М60А3 пятого уровня, да, который там защищен кафельной плиткой, отлично, то есть он нагибает и свой уровень, и частенько эти белоснежки попадают в топ, и там он вообще разрывает, то есть на нем играть комфортно, на нем играть возможно, ну и Леопард АВ второй, это собственно все знают, наверное, кто играл на этой ветке, что это просто годная машина, на ней играть тоже вообще не западло, по поводу фарма, ну смотрите сами, я показал сколько это машины, деньги вывозят, ну а в итоге, да, поскольку все ценят мое объективное мнение, как-то я приобрел такую славу, как человек, который об этой игре говорит правду, я вам так скажу, если у вас уже есть премиумный танк, на котором вы фармите нормально, МБТ-шка, ВФМ-ка, еще что-нибудь такое, да, даже 4-го левела АМХ, эти танки вам нахрен в этом случае не нужны, потому что в них, кроме как камуфляжа, никакого прикола в общем-то нет, меня все эти танки лично утомили, еще когда я их прокачивал, а я прокачивал все ветки, поэтому на них, на каждом из этих танков у меня не один десяток боев, поэтому не знаю, мне, у меня на них конкретная, конкретная не стоячка, вот, но это возможно мое личное мнение, я думаю, что имело смысл нарядить в белоснежный камуфляж хотя бы одну арту, там, одну ИТ-шку какую-нибудь, ну, что-нибудь такое разнообразие, а то в этом паке одни танки, как будто танков в игре мало, вот, а их между тем без того до хрена, ну, в общем, вот такое видео получилось, можете написать свое мнение, так что, что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите, увидимся в моем прицеле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok